Песик Ральф. Кажется, для этих глазок волонтер готова пойти на уступки. Песик Ральф. После окончания стройки нашей бытовки в домашнем мини-приюте собаки Симашка, ему очень приглянулась она в качестве собственного домика. Отказалась бы ему для себя, волонтер Марина Бердяева сразу решила, что здесь будет всегда и только техническое помещение. Но в случае с Ральфом, этого парнишку хозяйка всегда была по-особенному жалко, начиная с тех печальных обстоятельств, при которых он попал к ней. Летом его принесли местные детишки, которые нашли несчастного щенка в кустах с пакетом на голове, напуганного всего дрожащего от страха. Долго не могла женщина его успокоить. Немного освоился он лишь на утро, да и то после приятного лакомства. Всю следующую неделю он просто не отходил от мамы, боялся даже потерять ее из виду. Думала она, что это пройдет, но видно, что ассоциации безопасно только рядом с мамой, так и осталось в его памяти, а время так и не вылечило его от внутренних страхов и опасений. Из людей признают только ее. При появлении у нас незнакомцев всегда, хоть и с интересом, поглядут на них, но только спрятавшись за ее ноги. За территорию приюта никогда даже не пытался выйти. А встреча волонтера всегда ждет, пока наглые получат свою порцию внимания, но даже в эти моменты он просто светится радостью, когда из сей кучи глаз она смотрит именно на него. А какое счастье излучает его взгляд, когда ему перепадает вкусняшка, не передать словами, такой искренней благодарности и не веря, что это для него, мол, я так очень доволен жизнью тем, что у меня есть дом, есть свой человек, а тут еще и угощение. Жаль, это совсем нечастое событие в его жизни, как в нашем приюте целом, но честно, в такие моменты хозяйка почти видит в его глазах слезы радости. Он необыкновенный, конечно, несмотря на недоверие к людям в компании собак, он чувствует себя уверенно и думает, женщине весьма комфортно, но после его случайного вознеселения понимает, что в своем углу ему намного лучше. И хозяйка замечает, что теперь, задев какое-то движение возле бытовки, всегда старается быть поближе к двери, чтобы, не дай бог, кто-то не занял его место. Понимает и то, что он не один такой в приюте. Наверняка многие бы с удовольствием поменяли ежедневную шумную толпу на уединение хотя бы временное. Увы, такая роскошь, как отдельное жилье, у нас только в мечтах. Поэтому волонтер хоть пока и уступает его просьбам, но постоянно стоит перед тяжелым моральным выбором поступиться принципами или отказать этому грустному взгляду.